Девушки отдыхают Быстрее, дети, представление сейчас начнется Эээ, мадам Газель, мне нужно в туалет О, Педро! Прости, ой, прости, спасибо Только быстро, Педро А-а-а, вот и остальные Что? Мистер Бык привез мистеру Гному целый грузовик новых друзей Ура! Но сады для растений, а не для пластмассы Муууу, куда сгружать гномов? Нам не нужны гномы, спасибо О, до свидания Нехорошо, дядушка свин Это же бабушкины гномы Ой, оказывается, нам нужны гномы Отличненько! Отличненько! Какие красивые! Еще вот это! Счастливо! Спасибо, мистер Бык До свидания! До свидания! Что это? Огромный гном? Нет, дедушка Это колодец Что такое колодец? Эээ, колодец Это очень глубокая яма с водой, Пеппа И поскольку мне в саду нужна вода Колодец был бы полезным Но это не колодец Он сделан из пластмассы И в нем нет отверстия Он красивый! Какой толк? От колодца без воды Это колодец желаний Нужно бросить в него монетку И загадать желание Можно я загадаю желание? Конечно, Пеппа Вот тебе монетка Так, в какой же ты спальне? Стой, Пеппа! Это комната малыша Александра! Свет разбудил малыша Александра Ничего, я включу пылесос А я принесла трубу Стойте, стойте! Я помню другой тихий способ Каким мы успокаивали Джорджа О, да Мы возили его на машине Я заведу машину Не забудь сигнализацию! Папа-свин запустил громкую сигнализацию Шумный дом разбудил всех Это мисс Кролик на спасательном вертолете У вас внизу все в порядке? Я слышала сигнализацию? Да, спасибо! Хорошо, до свидания! О, весь этот шум усыпил малыша Александра Теперь он спит очень крепко Все благодаря моему шумному папе Отлично, папа-свин Приезжайте к нам почаще Папа-свин работает в кабинете Папа-свин в кабинете ужасно грязно Тут не так уж и плохо Здесь много паутины Я люблю паутину Она придает комнате свой характер Паутина значит пауки А я не люблю пауков А я люблю Пауки ловят мух А мухи ужасные Что ж, лишь бы я не увидела паука О, паучок! Здравствуй, мистер Тонконожка Ой, а куда он делся? Найдите его, чтобы его не было в доме Все ищут мистера Тонконожку Тонконожки нет в картотеке Оу Тонконожки нет под стулом Ой Тонконожки нет на столе Ой Куда подевался мистер Тонконожка? А-а-а! Хо-хо-хо! Кажется, мама нашла его Не бойся его, мама! Избавьтесь от него! Хорошо Мы отнесем мистера Тонконожку в сад Хе-хе-хо-хо! Теперь мистер Тонконожка может играть в саду До свидания, мистер Тонконожка! Начинается дождь Мистер Тонконожка бежит обратно в дом Может, ему не нравится дождь? Он поднимается по водосточной трубе Вечер накануне конкурса домашних любимцев Пеппе и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди Ешь, Голди! Завтра у тебя трудный день Я протру твой аквариум Хе-хе-хе-хе Красота! Педро разговаривает со своим палочником Это насекомое, похожее на палочку Завтра ты поедешь со мной в детский сад Иди себя хорошо Не будь шелунишкой Хе-хе-хе-хе Это ставим сюда А это сюда Дедушка-свин починил большой поезд Как новенький! Последняя остановка Теперь можете все делать вашу важную работу Стойте! Мы так долго добирались сюда, что уже пора домой О! Тогда едем обратно Но если мы поедем на Гертруде То будем добираться целую вечность Всем привет! Я починил большой поезд Отлично, дедушка-свин! Пересадка! Отправляемся! Стойте! А как же Гертруда? Мы не можем ее бросить Да! Гертруда! Не волнуйтесь Мы можем взять и игрушечный поезд Гертруда не игрушка Мы знаем Гертруда миниатюрный локомотив Гертруда лучший поезд на всем белом свете Папа-свин уже давно работает у себя в кабинете Что это ты делаешь, папа? Я решил построить новый дом Какой-то он маленький Это что ли домик для эльфов и фей? Нет, это пока лишь модель Настоящий дом будет гораздо больше Это чертеж того, что мы хотим построить Твоему чертежу кое-чего не хватает, папочка Вот! Пепа нарисовала качели, которые будут стоять рядом с домом Прелестно! А ты не хочешь навестить наш новый дом? С удовольствием! Учтите, дети Тетушка Доти прислала подарок вам обоим Нужно уметь делиться Порой это очень забавно Можно я первая поиграю со сверкай копытцем? Пусть первым поиграет Джордж Он все-таки младше Лошадка, лошадка Джорджу нравится играть с лошадкой Джордж, ее зовут сверкай копытцем Не путай! Теперь очередь Пеппе Я принцесса Пеппа А это моя волшебная лошадь сверкай копытцем Пеппе нравится играть со сверкай копытцем Ой! Наверное, с этой лошади лучше играть на улице Да, мама Непослушный черепашонок Сегодня чудесный осенний денек Пеппа и ее друзья играют в саду Смотрите, это же черепашонок Тиддлс Привет, милый! Что ты здесь делаешь? Тиддлс Тиддлс! Это доктор Хомяк, ветеринар Вот он, Тиддлс! Какая удача! Вы его нашли! Непослушный малыш Возвращайся в коробку, тебе пора спать А по-моему, спать еще рано Для черепашки самое время Она спит всю зиму напролет и просыпается только весной Мне это нравится! Ты тоже любишь поспать, да, Педро? Да! Малыш, где же ты? Черепашонка нигде нет Смотрите, он забрался на дерево Ой, мой милый, но почему же ты так любишь лазать по деревьям? Как же вы собираетесь его спасать? Надо спилить дерево Нет, я вызову к нам пожарных дети Ну вот подходят Голландия и Япония Теперь наша очередь играть в песке Почему это? Потому что ваше время давно закончилось Идите куда-нибудь, хоть на горку Но мы хотим играть здесь Ну и дела Места в песочнице хватит только лишь для четырех стран Что происходит? Сейчас наша очередь копать песочек Но мы пришли сюда первыми Сюзи что, опять раскомандовалась? Джордж первый начал Оставь Джорджа в покое Он же еще маленький Прием, прием Что это у вас тут так шумно, детки? Эй Они хотят выгнать нас из нашей песочницы Это все Джордж! Мы проезжали! Ну и ну Оказывается, наши мировые державы не могут мирно играть Дети, дети В чем тут у вас дело? Америка, Россия, Испания и Греция не пускают нас в песочницу А Голландия опять воображает На себя посмотри Ну-ка, хватит Разве цивилизованные страны могут себя так плохо вести? А разве нет? Ну, конечно, нет Простите, младом Голландии Привет! Да вот и родители Как проходит международный день? Эм, пока неплохо Чудесно Замечательно! Пожалуй, сейчас самое время спеть гимн о согласии Мир согласия на земле Мир согласия Ура! Какое мощное проявление чувства товарищества Пеппа и ее друзья любят петь гимны о согласии Так же, как и все страны Земли Воспевают мир во всем мире Живот, мама, крольчихи Пеппа и Джордж играют с овечкой Сьюзи и пони Петро Приехали крольчата Ребекка и Ричард Привет, Ребекка! А я знаю один секрет Расскажи! У моей мамы живот вырос в два раза Оооо! Она что, так много ест? Нет, у нее там наш маленький братик Мама крольчиха, неужели у вас в животе правда живет маленький братик? Да, может хотите его послушать? Да, хотим! Слышишь, как бьется его сердечко? Конечно слышу! Оно стучит бум-бум-бум! Ой, он шевельнулся! Да, иногда детки толкаются и очень сильно Эй! А имя вы уже придумали? Пока нет Может быть вы придумаете ему подходящее имя? Придумаем! Здравствуй, мама крольчиха Налить тебе чашечку кофе? Нет, мне нельзя кофе, но я ужасно проголодалась Не желаешь морковки? Я смотреть не могу на морковь А не найдется ли картошки? Сейчас принесу А к картошке захвати желе Сыр и клубничный джем, милая Ты не мог бы принести нам водички, папа-свин? Хм, конечно Без воды семена не смогут расти Они очень любят пить На грядку прилетели любопытные птички Не разрешай птицам клевать семена, Пепа Кыш, фу, летите прочь, птички! Вот водичка Папа распугал всех птичек Хо-хо! Папа-свин так похож на пугало! Кенгуру Кайни Сегодня чудный солнечный день Мистер и миссис кенгуру приехали в гости Здравствуйте! Добрый день, мистер-свин! Мы встречались в аэропорту, помните? Эм, это было давно Вы приглашали нас в гости в любое время Правда? Да! С тех пор у нас появились Кайли и Джоуи Поздоровайтесь, дети! Здравствуй, я кенгуру Кайли Я свинка Пепа А это мой младший братик Джордж Это мой младший братик Джоуи Джоуи живет в кармане у мамы кенгуру Эти путешествия вызывают жажду Хотите пить? Да, спасибо Лимонад Мой любимый Ммм, чудесно! Прошу, садитесь Есть хотите? Я всегда голоден Ничего, мы приготовим обед Мистер Кенгуру собирается готовить обед на жаровне Кому кукурузный початок? Мям-мям Надо делать это и у нас дома Постойте Это и есть наш дом? Идем, Кайли Мы будем играть в саду Мы можем играть в мою любимую игру Мы будем прыгать по грязным лужам Я тоже люблю прыгать Сначала нам нужно найти лужу Ой, здесь нет грязных луж Земля сухая для грязных луж Вот бы дождь пошел Надеюсь, что дождя не будет А мы любим дождь Дома мы его редко видим Если хотите вызвать дождь в нашей стране Устройте барбекю Баскетбол Сегодня чудесный солнечный день Пеппа и ее друзья играют на спортивной площадке Дети Сегодня к нам придет особенный гость Который будет учить вас играть в баскетбол Здравствуйте Папа Разве уже пора идти по домам? К нам сегодня должен прийти Какой-то особенный тренер Это же я Я есть тренер Баскетбольный наставник Называется тренером Молодец, папочка Пеппа Называй меня тренером Хорошо, папа тренер Кто-нибудь из вас умеет играть в баскетбол? Нет Это же прекрасно Нужно уметь бегать Передавать мяч И забрасывать его в кольцо Да Осторожненько Ой Это не так просто, как кажется Чтобы играть в баскетбол Нужно много тренироваться И быть подтянутым Папа тренер, а вы подтянуты? Да Я просто супер подтянут Но папа тренер У тебя же огромный живот Это не живот А комок мышц Сначала Мы будем учиться Передавать мяч отсюда Вот сюда Да это же просто Нет, Дэнни Ногами бить нельзя Это тебе не футбол Щенок Дэнни любит футбол В баскетболе Броски осуществляют Передними лапами Смотрите Кто хочет попробовать? Я Овечка Сьюзи ведет баскетбольный мяч Очень осторожно Достаточно, Сьюзи А теперь попробует каждый Все дети учатся вести баскетбольный мяч Я просто не понимаю Я торгую абсолютно всем Здесь должно быть то, что вам понравится Так и есть Мне нравится этот мишка А раз так дедушке с бабушкой Он тоже понравится Ого Значит, берем этого медведя Замечательный подарок Кто будет платить? Один пенни И две пуговицы Возьмите сдачу Одна пуговица Благодарю вас, мистер Лис Моя тень пропала Да, Эмили Когда солнце заходит Исчезают и тени Пеппа Джордж Пора спать Хорошо, папа До свидания, друзья Пока Малышам пора спать Грустно, конечно Что моя тень куда-то пропадает Не стоит грустить, Пеппа От электрического света Тоже бывают тени Мы можем устроить Театр теней Мама свинья такая находчивая Она показывает Малышам фигурки Это птичка Послушайте, как она поет Чик-чирик Я птичка Невеличка Моя очередь Пеппа изобразила паука Меня зовут Мистер Тощеножки О, страшно Джордж тоже Кого-то показывает Кто это, Джордж? Динозавр Джордж изобразил Динозавра Ой, и правда Страшно Молодец, Джордж Пора выключать свет Сладких снов, Пеппа Сладких снов, Джордж Спокойной ночи, Тени Спокойной ночи, Тени Хорошо Пеппа водит Только на этот раз Прятать буду я Мама свинья прячет игрушку так Чтобы Пеппа Непременно ее нашла Обещаю Я ее сразу замечу Готово Уточка для купания Спрятана где-то на кухне Пора, не пора Иду со двора Кто не спрятался Я не виноват Я знаю, где ты спряталась Наверное, в раковине Оу Но в раковине Резиновой уточки нет Точно Надо посмотреть под столом Но и под столом Уточки тоже нет Хочу подсказку Пожалуйста Желтая уточка сидит на чем-то очень желтом На желтом Которая живет на кухне Бананы Вот она Пеппа наконец-то нашла игрушку Она лежала в вазе на кухне Ура Прекрасно А давайте еще поиграем в эту замечательную игру, папа Хорошо На этот раз вы вместе будете искать уточку Папа-свин прячет резиновую уточку А Пеппа и Джордж будут ее искать Готово Я вас в гостиной жду Уточка на диване? Нет Может на телевизоре? Нет Ее нигде нет Могу дать подсказку Она сидит на ком-то очень большом И крайне обаятельном И умном, конечно Папа, она у тебя на голове Какое замечательное прятательное место Педро подарили новую палатку Сюда пришли Пеппа, Джордж, пёсик Денни, овечка Сьюзи и волчонок Венди Привет, привет, Педро! Привет, друзья! Добро пожаловать в ковбойский лагерь! Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Ээээ, нет Мне от этого слегка не по себе Педро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да, вы будете моими напарниками Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет! Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Вокруг нас Дикий Запад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!